Продолжаем программу. Прямо сейчас обещанное интервью с известным историком, философом, мыслителем Андреем Фурсовым. Этот разговор мы записали до программы. Получилось настоящее размышление о сути событий, которые разворачиваются на наших глазах и формируют реальность. Андрей Ильич, здравствуйте. Спасибо, что нашли время на это интервью. Здравствуйте. Спасибо, что пригласили. Вот мы сейчас видим, как активизировались интеграционные процессы, встречи в Москве, потом саммиты УДКБ в Таджикистане. Но параллельно, кроме вот общих таких позитивных вещей, есть и общие вызовы. Опять на фоне учения «Запад-2021», на фоне выборов в Госдуму. Можем ли мы сейчас окончательно говорить, что Беларусь и Россия идут единым фронтом? Да, конечно. Это совершенно очевидная вещь. Я думаю, это не вызывает сомнений ни у кого, ну или практически ни у кого, ни в России, ни в Беларуси, да и на Западе. Прекрасно понимают, что они построились, как тефтоны, на Чудском озере с Виньей и двинулись в восточном направлении. Новый Данг на Хостон. Так что это? Новая холодная война? Можно так это воспринимать? Знаете, это зависит от того, как мы определим, что такое холодная война. В строгом смысле, холодная война – это было состязание двух альтернативных социально-экономических и глобальных проектов – капиталистического и антикапиталистического. Сейчас такого состязания нет. Скорее, то, что происходит сейчас, это очень похоже на традиционное противостояние России и Запада. Оно было довольно, так сказать, у него длительная история, я бы сказал, со времен Ливонской войны, но очень четко это обозначено примерно с 1820-30-х годов. После того, как Россия оказалась главным победителем Наполеона, она автоматически стала главным врагом Великобритании как государства финансового капитала и масонских структур. И очень показательно, что именно в 20-е и 30-е годы британцы запустили проект «Русофобия». Это была подготовка к Крымской войне, которую недооценивают. А ведь это была первая общезападная война против России. Если против Наполеона, когда воевала Россия, у нас был союзник Великобритании, да и не только Великобритания, то в Крымской войне у нас союзников не было, а нейтралитет Австрии и Пруссии был враждебным по отношению к нам. Так вот, с этого момента, по сути, идет противостояние и социальное, и цивилизационное, и геополитическое России и Запада. В 20-м веке оно еще приобрело характер противостояния социально-экономического и идеологического. После 91-го года это ушло, но осталось и вынурнуло противостояние геополитическое и цивилизационное. Оно никуда не делось. Ну вот в продолжение темы угроз, вот недавно НАТО в очередной раз обозначило четко, что главные угрозы исходят от России и Китая. Вот в этом смысле можно говорить о том, что Китай вот прям наш-наш союзник? Ну, Китай вообще, вся история Китая показывает, что нашим он ни для кого никогда не становился. Китайцы играют свою игру, и вряд ли в этом можно их упрекнуть. Другое дело, что тактически сейчас Китай, безусловно, наш союзник. А вот в советские времена, в 60-е, 70-е, 80-е годы, в отличие от периода 50-х годов, когда Сталин и Мао дружили в конце 40-х, начале 50-х, а в 60-е, 70-е, 80-е Китайская Народная Республика была нашим Советскому Союзу противником и одним из интересантов разрушения СССР. Но не разрушение России, потому что это уже абсолютное было нарушение баланса. Так вот, Китай действительно является сейчас, при всех наших разговорах о том, что у нас стратегическое партнерство и так далее, Китай действительно наш тактический союзник, потому что Штаты будут на Китай, безусловно, давить. И здесь Россия, которая находится, с военной точки зрения, в тылу Китая, это очень такая необходимая вещь для того, чтобы Китай мог успешно противостоять Соединенным Штатам. Если возвращаться к нам снова, к актуальным событиям, если вот посмотреть на все посоветское пространство, то мы увидим, что все они так или иначе страны пережили цветные революции. В 20-м году нечто подобное было у нас. Почему нечто подобное? Потому что кто-то говорит, что это не была полноценная цветная революция, а кто-то говорит, что просто у нас она не получилась. Вот почему не получилось в Беларуси, как вы думаете? Ну, во-первых, нужно сказать, что цветные революции – это никакие не революции, это обычные перевороты, в результате которых власти приходит, во-первых, другая группировка, и эта другая группировка обязательно должна быть прозападной, от просто прозападности до марионеточности. Да, в Беларуси не получилось. Не получилось по целому ряду причин, на мой взгляд. Во-первых, для того, чтобы получилось, не было социально-экономических предпосылок. Они были слишком слабы. Во-вторых, сильное руководство и сильные спецслужбы, среди которых, среди спецслужб, не оказалось предателей. Потому что если посмотреть на Югославию, на другие страны, где прошли цветные революции, там часть, значительная часть правящего слоя, она была просто прозападной, проамериканской. Я не могу исключить, что есть какая-то часть белорусского правящего слоя, которая смотрит на Запад. Наверняка она есть, но она слишком оказалась слаба, и самое главное – сильное руководство. Ведь Милошевич, когда он противостоял Западу, Милошевич, безусловно, готов был к компромиссу и готов был обманываться. То же самое с другими лидерами. То, что Александр Григорьевич Лукашенко занял жесткую позицию, это тоже было очень важным фактором. Ну и, наконец, есть еще один фактор. Дело в том, что Белоруссия и Россия – это союзное государство. Ни одна из бывших республик Советского Союза, где прошли цветные революции, не была частью союзного государства с Россией. Здесь, по сути дела, Запад попытался устроить переворот не просто в Белоруссии, а в части союзного государства. Но это коленки оказались слабоваты. Вопрос дальше по геополитике. Это ваш профиль в том числе. Афганистан. Вот сейчас очень многие эксперты, они будут, опять же, два лагеря. Одни говорят, что какой позор, провал американцев, они ушли, бросили технику. А вторые говорят, что американцы и вообще Запад ничего так просто не делают, что и техника там осталась не случайно. Вам какая точка зрения ближе? Как это ни парадоксально, обе точки зрения верны. Дело в том, что американцы, безусловно, задумали уйти из Афганистана. Я сейчас объясню, сказать, почему. Но другое дело, как они организовали сам уход. Вот сам уход был организован совершенно бездарно. И это говорит о... Я думаю, если бы уходили так британцы, было бы то же самое, или французы. Это связано с общей деградацией управленческих структур постзапада. Я уже последние лет 5-7 термин «запад» не употребляю. Это постзапад. Запад в том виде, в котором даже я его застал, когда преподавал в Штатах в 90-е годы или в начале самом нулевых. Вот этого Запада уже нет, он умер. Имеем дело с постзападом. То есть сам технологическая, техническая операция ухода американцами была проведена бездарно. А вот то, что они ушли из Афганистана, это не бездарно. Это очень серьезный план. Во-первых, они очень долго воевали в Афганистане. И это, так сказать, уже было перенапряжение. Им нужно было уходить. Вторая вещь. Обратите внимание, как они ушли. Они ушли, бросив, так сказать, кость так, чтобы за нее грызлись. Они создали зону, которая будет, как в «Каньке-Горбунке» говорится, много-много непокоя принесет она с собою. Это проблема для Китая, проблема для Центральной Азии, а следовательно для России. И не случайно, а случайно они оставили там оружие. И сам уход был обставлен так, что там может, так сказать, вспыхнуть голод. И что делать местным властям? Ясно совершенно, что нужна экспансия. Кроме того, есть еще несколько причин, на мой взгляд, почему американцы ушли. Одной из причин, помимо геополитики, ввода войск в Афганистан, было стремление установить мощный контроль над героиновым потоком. Дело в том, что наркотрафик – это одна из пяти колонн, на которых зиждется глобальная экономика. Глобальная экономика – это в основном криминальная экономика. И наркотрафик – это одна из ее составляющих. 50% мировых банков существуют за счет отмывания наркоденег. Причем есть очень жесткое разделение труда. Например, англосаксонские банки – это героин. Банки Ватикана и связанные с ними банки Испании и Шотландии – это кокаин. И немецкие банки – это искусственные наркотики. Что произошло за последние 5-7 лет в Соединенных Штатах? Появилась масса новых дешевых синтетических наркотиков. И героиновый поток для самих Соединенных Штатов, для военных, которые занимались переброской через Косово наркотиков в Соединенные Штаты, он уже не столь важен. Поэтому это вот еще один фактор, почему они решили уйти. То есть, вот сам заход, сам уход американцев из Афганистана – это такая многоцелевая операция. Причем, я думаю, что главный здесь прицел – это Ферганская долина. Есть такое место, Ферганская долина, она поделена между тремя странами. Так вот, если ее выделить в качестве самостоятельного государства, по подсчетам экономистов, она займет примерно третье-четвертое место в мире в конце по уровню развития. Там огромное количество молодежи, безработной, и это фугас. Туда нужно только поднести, поднести, так сказать, Бигфордов шнур, и там все вспыхнет. И, кстати, не случайно, замечательный советский ученый и разведчик Бондаревский еще в 90-е годы сказал, что если и возникнет нечто вроде Халифата, то это будет не Ближний Восток. Центром будет бывшая зона Хорезма, точнее, сказать, Фергана. Так что я думаю, что здесь планы очень-очень серьезные. Кроме того, нужно помнить, что британцы, помимо того, что у них есть проект «Новая Османская империя» и «Новая Речь Посполитая», у них с 90-х годов разрабатывается план «Большой Вазиристан». Это реконфигурация Афганистана. В свое время кто-то из английских крупных деятелей сказал, что Афганистан – это капитанский мостик в Азию. Тот, кто контролирует Афганистан, тот контролирует значительную часть Азии. Так вот, реконфигурация Афганистана – это не значит, что у них получится, но есть британский план реконфигурации Афганистана, разделение его на три части – Белуджистан, Пуштунистан и Большой Таджикистан. Дело в том, что на севере Афганистана живет очень много таджиков. И объединение нынешнего Таджикистана, где командует Рахмон, и северного Таджикистана, в северной части Афганистана – это один из планов британцев. Не случайно, недели две или три назад, чиновник из британского форен-офиса прилетел в Таджикистан, и по логике «у нас, об вас, об всех душа», Болит начал объяснять таджикам, что вот вы в тюркском окружении находитесь, причем это тюркское окружение активно стимулируется самими британцами через политику Эрдогана. Это не значит, что у Эрдогана британцев одни цели, это, так сказать, использование друг друга. Но карты раздают британцы. Так вот, британец объяснял таджикам, что они в таком плохом окружении, что помочь им могут лучшим другом девочки, может быть, только британец, потому что кругом враги тюрки. Но действительно, таджики – это индоевропейский народ, народ, который говорит на фарси. Дари – это язык, распространенный в части Афганистана, это фарси-кабули, то есть кабульское наречие фарси. Вот не путать с пушту, это другой совсем язык. Так вот, это попытка британцев. У них своя игра. Мы все время зациклены на американцах. На самом деле, главными интересантами разрушения Советского Союза были британцы, американцы были вторыми. Огромную роль на нынешней Украине играют британцы и Афганистан. Кстати, самое интересное, это проговорился один из американских генералов. Лет 10 назад журналисты задали вопрос американскому генералу, а как там насчет героина в Афганистане? Он сказал, мы это не знаем, там, где выращивают героин, это зона ответственности британцев. То есть, все совершенно понятно. Но обратите внимание, говорят по поводу Афганистана, только про американцев, про британцев никто не говорит. Так что, возвращаясь к вашему вопросу, обе точки зрения справедливы. Одна справедлива по форме. Американцы провалили вот эту операцию. Причем технически они оказались неподготовлены. Ну и кроме того, это типичное для них наплевательское отношение к своим союзникам. Из Сайгона американцы уходили лучше, но тоже очень-очень плохо. Они тоже побросали там очень многих людей. Ну, им потому что, так сказать, плевать. Так что, Афганистан – это бомба, которую заложили англосаксы. Это не значит, что она взорвется. Но то, что они ее заложили, и то, что это не просто так, они убежали, это, на мой взгляд, очевидно. Еще одна тема, которая тоже сейчас обсуждается, как раз в ключе трансформации мировой экономики, в том смысле, что по-другому осмысливается управление народами. Это история с ковид. Вот как вы ее видите для себя? Вы знаете, я уже много писал об этом. У меня есть две часовые передачи на канале День ТВ. Если внимательно прочесть книгу Шваба, то там все откровенно написано. Шваб на первых же страницах пишет, что ковид не является экзистенциальной проблемой. Его нельзя сравнить ни с испанкой, ни с чумой 14 века. Но, пишет он, это шанс для нас, для всех, создать лучший мир, более справедливый, уважающий мать природы, уважающий права ЛГБТ, зеленую экономику и так далее, и так далее. Проблема здесь, на мой взгляд, очень и очень проста. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно занырнуть в самое начало 80-х годов. Когда Рейган выиграл выборы, но еще не стал президентом, он заказал анализ, прогноз мировой экономики на ближайшие 12-15 лет трем группам, в которых работали очень серьезные прогнозисты. Сначала они работали порознь, потом вместе. Все они дали один и тот же прогноз. 87-й год, начало мирового кризиса, первая волна, 92-93 годы, вторая волна. По прогнозу американских экономистов и прогнозистов, падение уровня производства в капиталистическом сегменте мировой экономики было 20-22%, в социалистическом от 5 до 12. То есть, социалистический сегмент проходил кризис лучше. Что еще хуже, согласно этим прогнозам, в Италии и Франции был очень вероятен, по прогнозам, приход к власти коммунистов самих по себе или в союзе с левыми силами. Ну, мы помним, что итальянские и французские коммунисты в 80-х годах это уже еврокоммунисты, это не совсем коммунисты, но это не важно. Для американцев это был страх. Дальше, приход левых лейбористов в Великобритании вместо, так сказать, Тетчер. И, наконец, Соединенные Штаты, это негритянские бунты во всех крупнейших городах. С этого момента максимальное ослабление Советского Союза стало задачей Соединенных Штатов. Но я подчеркиваю, не разрушение, а максимальное ослабление. Потому что им нужен был противник, по поводу которого мобилизовать Запад и так далее, и так далее. В 87-м действительном году действительно шарахнул кризис. 19 октября индекс Доу-Джонса упал за один день на 508 пунктов, 22,3%. Это было беспрецедентно на тот день падения. На тот момент падения американцы призвали Гринспена спасать. И Гринспен сказал, нас спасет только чудо. Этим чудом стало разрушение Советского Союза. Потому что началось разграбление социалистического лагеря, которое длилось 15 лет примерно. И разграбление это было совершенно страшным. В 2002 году он опубликовал доклад, в котором дал цифры о том, что произошло в Восточной Европе с 89 по 96 год. Если в Восточной Европе, включая европейскую часть СССР, в 89 году за чертой бедности жило 14 миллионов человек, это не так много для социалистического лагеря, то в 96 году уже Горбачевщина закончилась. Даже Ельцинщина уже закончилась. И уже началась семибанкирщина. 168 миллионов. И в этом докладе было сказано, что это самый страшный погром среднего класса за всю историю человечества. Потому что мы прекрасно помним, кто рухнул в 90-е годы в результате Ельцинско-Гайдаровских реформ. Это кто пострадал больше всего? Учителя, высококвалифицированные рабочие, военные, ученые, они рухнули. И грабеж социалистического лагеря в Соединенных Штатах он привел к следующему. Последние три года правления второго срока Клинтона у Америки впервые за 30 лет был профицит бюджета. Это был результат разграбления социалистического лагеря. Но, как говорили римляне, да от нихил фортуну мансипиал. Судья ничего не дает навечно. В 2008 году шарахнул кризис, который никуда не уходил. Его залили триллионами. И самое интересное, что вот этот период с 91-го года, условно говоря, по 2011-й, и на Западе, да и многие у нас считали, что вот все, наступило счастье, рухнул коммунизм, наступил конец истории, как написал Фукуяма. Вот у меня буквально через две недели выходит книга, которую я назвал оргазм богомола. Дело в том, что у некоторых видов богомола самка во время каитуса откусывает голову самцу, продолжается акт, но оргазм совпадает с агонией. Так вот, в 91-м году у значительной части человечества была откушена голова. Они полагали, что впереди счастье, и не понимали, что разрушение Советского Союза это начало конца капитализма, начало его терминального кризиса. Вылетело слабое звено. Все закончилось действительно в 2008-м году, и после этого кризис никуда не уходил. Возникла ситуация, возникла ситуация, которую обычно в истории капитализма решают мировые войны. Но мировую войну начинать в условиях нынешних никто не решился. Но кто сказал, что мировая война единственная форма социальной катастрофы для создания нового посткапиталистического порядка. В 2010-м году идеолог мандиализма, кстати, большой любитель Маркса, Жак Атали, он действительно большой любитель Маркса, однажды Жак Атали, ну я думаю, не надо объяснять, кто такой Жак Атали нашим зрителям, Жак Атали сказал, Маркс величайший мыслитель, он подарил нам идею мирового правительства, только реализовывать ее будет не пролетариат, а буржуазия. Так вот, Жак Атали в 2010-м году в интервью сказал, что нужно, чтобы что-то подтолкнуло новый мировой порядок. Его спросили, а что? Он говорит, ну это может быть что угодно, ну например, неплохо, если бы это была пандемия. Кстати, то же самое говорилось в докладе, по-моему, 11-го года фонда Рокфеллеров. В 2018-м году прошла очень интересная конференция под эгидой АНБ в Институте сложности Санта-Фе. В ней участвовали очень серьезные люди, это были не, так сказать, не профессора, это были разведчики, руководители корпораций, кстати, они разнесли полностью с практической точки зрения концепцию четвертой революции промышленной Шваба. И вот на этой конференции анализировались варианты развития человечества. Были выдвинуты сначала два сценария, оптимальный и революционный. Оптимальный это человечество решает свои проблемы, а революционный не только решает, но и движется вперед. Все участники эти два варианта забраковали по двум причинам. Они дружно сказали, что, во-первых, интеллектуальная и волевая планка нынешней западной элиты настолько низка, что они не смогут это сделать. Но что еще хуже, ниоткуда взять резервы, потому что за сто последних лет средства массовой информации, репрессивные структуры и сытая жизнь воспитали на Западе стандартизированного человека, не способного принимать неординарные решения. Это было заблокировано. Третий сценарий, который был разработан, это катастрофический. Катастрофа. 55% участников высказались за то, что это наиболее вероятный вариант. Но самый интересный вариант сценария, это четвертый. Назывался он антропологический переход. Из-за него, за его желательность, высказались 25% участников. Антропологический переход это создание принципиально нового посткапиталистического общества, где нет среднего класса и где верхи и низы отличаются друг от друга как два биологических вида. Они живут, у них продолжительность жизни разная, как в романе Ефремова «Час быка» «Кжи» короткоживущие и «Джи» длинноживущие. Вот это конференция Санта-Фе 2018 года, на мой взгляд, она стала последним предупреждением, знаком на стене для западной, то есть части западной элиты, которая хочет сохранить в посткапиталистическом мире свои привилегии. О том, что капитализм свое отжил, тот же Шваб заявил еще в 2012 году. Меркель говорила о том же самом. И если мы помним, 2019 год Гейтс и фонд Рокфеллера проводит учение под названием Event 201, событие 201, где мир борется с коронавирусом, а потом шарахает коронавирус. Вот это вот пандемия, кстати, я хочу напомнить нашим зрителям, что вирус, коронавирус, в его биологическом виде до сих пор не выделен. Мы имеем дело с компьютерной моделью, никто не получил те 225 тысяч евро, которые обещаны за выделение этого вируса. То есть, это называется очаг нарисован на холсте. Это не значит, что нет эпидемии, есть эпидемия, люди умирают, но что это за вирус? Вот это вопрос. Искусственный он, естественный, если он искусственный, его выпустили случайно или не случайно. Но важно другое. Важно то, что те меры, которые предприняты во всем мире по поводу борьбы с эпидемией, они очень интересны. По сути дела, они окончательно разрушают старый капиталистический мир, они уничтожают демократические завоевания последних 100-120 лет. Но смотрите, что происходит. Главный санитарный врач по команде Всемирной организации здравоохранения может отменять конституционные права граждан. То есть суверенитет национального государства обнуляется. Есть прямая связь ВОЗ, а ВОЗ контролируется фондом Гейтса и фондом Рокфеллеров. То есть и крупнейшими фармацевтическими корпорациями. То есть корпорации и фонды дают команду ВОЗ, ВОЗ дает команду санитарному врачу главному, а правительство и президенты хлопают глазами и берут под козырек. К чести Беларуси я должен сказать, что Лукашенко отказался выполнять приказания Борреля, когда тот приехал и сулил аж 60 миллионов евро, чтобы ввести локдаун, не проводить парад. Швеция еще отказалась. Ну, Швеции простили, потому что Швеция часть запада, Швеция монарх, а вот Беларуси не простили. Я думаю, что одна из причин, не единственная августовских событий 2020 года, это жесткий вызов, который Лукашенко бросил глобалистам. Это одна из причин. Так вот, возвращаясь к вашему вопросу, безусловно, те беспрецедентные и избыточные меры по борьбе с коронавирусом, и нас пугают все еще будут новые пандемии, они безусловно имеют цель переформатировать старый мир. Андрей Я благодарю вас за то, что вот настолько развернуто и подробно вы ответили на этот вопрос, он очень сложный, он очень политизированный для многих, видим, как он разделяет общество. Напоследок, тема такая достаточно широкая и звучит точно так же, но я в данном случае обращаюсь не столько к ученому, сколько к мыслителю. Вот на фоне всего того ужаса, который мы с вами обсуждаем, и многого того, чего мы даже не затронули сейчас, вот как обычному человеку быть с этим глубоким экзистенциальным ужасом, с этим ощущением никчемности даже бытия, вот как обычному человеку это пережить, вот на ваш взгляд. Ну, я так понимаю, ваш вопрос, что делать простому человеку в этой ситуации, да? Вы знаете, мне этот вопрос задают каждый раз, буквально каждый раз, когда я встречаюсь с читателями, когда выступаю с лекциями. Это очень трудный вопрос. Дело в том, что я сам над ним размышляю, потому что, сталкиваясь вот с этой ситуацией, ну, я ведь не только, так сказать, ученый и гражданин, не только советский офицер, но я простой человек, и я сталкиваюсь с теми же ситуациями, с которыми сталкиваются, так сказать, все люди. Вы знаете, в свое время Толстой в «Войне и мире» написал, я вот, так сказать, поэтому заготовил, ну, идет война с Наполеоном, и Толстой пишет, «Несмотря на войну, жизнь между тем, настоящая жизнь людей своими существенными интересами здоровья, болезни, труда, отдыха, своими интересами мысли, науки, поэзии, музыки, любви, дружбы, ненависти, страстей шла, как и всегда, независимо и вне политической близости или вражды с Наполеоном и Напартом и вне всяких преобразований». Так вот, ну, вот, жизнь продолжается, безусловно. Что, что делать в этой жизни? Я ни в коем случае не хочу выступать в роли учительного старца, который говорит, вот, вот так надо жить. Я могу сказать только вот, как я к этому отношусь. Есть хорошая максима. Она зэковская, но она правильная. Не верь, не бойся, не проси. Не нужно верить на слова политикам, не нужно бояться, потому что бояться стыдно и поздно, и не нужно никого, ничего, ни у кого просить. Ну, и потом, вы знаете, вот вы мне задаете вопрос, я мужчина, так сказать, мужчина отвечает за семью. Вот в этих условиях, причем в условиях жуткого информационно-психологического наката, можно сказать, террора, когда нас пугают, придет еще одна эпидемия, придет еще одна эпидемия. Ведь не случайно огромная часть Запада, действительно, они сидят на успокоительных. Растет количество психопатов. Кстати, в начале нулевых годов в Англии провели очень интересное исследование. Количество психопатов в стране и среди высшего персонала руководителей корпораций. Так вот, среди руководителей корпораций психопатов было 4%, а среди населения 1%. Это очень интересно. Дело в том, что, ну, Тетчер, точнее, те круги, которые за ней стояли, они создали в Великобритании антисоциальное неолиберальное государство. И, естественно, антисоциальное государство требует социопатов. Когда я прочел вот это исследование, я сразу почему-то подумал, надо же в 90-х годах представил лица Гайдара, Чубайса. Действительно, если посмотреть в руководстве современного постзапада, например, кто такая Клинтон, которую зовут Бастиндой очень часто, но она же социопатка, это совершенно понятно. И вот это распространение педофилии, причем не просто педофилии, а педофилии с оккультным привкусом среди западной элиты, оно же не случайно. Это вырождение, дегенерация. И вот в этой ситуации необходимо просто сохранять нормальную жизнь. Я понимаю, что это значительно труднее сделать, чем сказать, но в свое время историк Бродель, когда он писал о 16-18 веках в Европе, а это был социальный ад, возникал капитализм, а любое молодое общество это социальный ад, будь то Советский Союз 30-х годов, Британская империя, и Бродель написал, можно ли вырваться из ада в одиночку. Нет, в одиночку нельзя, поэтому нужно создавать горизонтальные связи, соседи, друзья. Было очень интересное исследование по нашему дефолту 98-го года, и вот на Западе полагали, что лет 7-8 Россия будет отправляться от дефолта, она управилась за полтора-два года. Почему? Взаимопомощь людей, это то, что у нас называется просто очень дружба. Обратите внимание, на Западе очень много психоаналитиков. Вот я жил когда в Америке, в небольшом городке, там психоаналитиков было столько же, сколько протестантских церквей, даже больше. Что значит психоаналитик? Это ты идешь к чужому человеку и рассказываешь про свои беды. В России это не нужно. Если у тебя проблемы, ну возьми дубовый или березовый веник и с друзьями пойди попарься. Это до сих пор так. Что вселяет в меня оптимизм по поводу России и Белоруссии? У нас очень высокий болевой порог. Соединенные Штаты никогда бы не вынесли того, что мы перенесли в 90-е годы. Если бы Соединенные Штаты оказались под такой оккупацией, под которой оказалась часть Советского Союза, где сейчас ныне Белоруссия, западная часть Российской Федерации, но они бы точно не встали на ноги после этого. Вот это наш болевой порог высокий и умение противостоять разным ситуациям в меня вселяет оптимизм. Ну и для меня виньятка на торте, я всегда вспоминаю, когда говорят сейчас о информационно-психологическом терроре, я вспоминаю кадр из фильма Чапаев, когда Чапаеву говорят будет психическая атака. И он так раз почесывает голову, психическая, говоришь? Ну хрен с ней, давай психическую. Андрей Ильич, спасибо большое. Сложнейшие темы, так внимательно вы к этому всему отнеслись. Благодарю вас за этот разговор, получил большое удовольствие. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова